Вы же знаете, да, я не готовлю, но тут что-то решил приготовить. Треска с луком, сыром, чуть майонеза, помидор, соль, перец по вкусу. Я вас сейчас читаю в директе, блин, это такая ржака. Многие девчонки оказались в такой ситуации, как и я, что одна девчонка пишет, что поправилась на 20 кг, пришлось фото паспорта менять, потому что, ну, это, говорит, я не я была. Другая девчонка пишет, там на таможне собрали консилиум, дадут достовериться в личности, она не ли не она. Там волосы прилизаны, электролизуются, капец. Короче, я не одна, я боюсь, что вот реально на таможне ко мне будут вопросы, я ли это или нет. Ребят, смотрите, вот мы выходим с молочной кухни, молочную кухню мы берем вот здесь, у нас в московском. Так, что у нас тут? Десять, почти десять литров молока и забыла, сколько сока. Блин, забыла. Такой у нас парк красивый. Такой у нас яша красивый. Решили погулять, погода сегодня тепленькая, классная. Девочки, а можно узнать, а что у вас за тупейшие вопросы? Вы мне присылаете в директ. А зачем тебе столько молока? Вы что, бедствуете? А ты что, молоко не можешь себе купить? А что ты с ним будешь делать? Зачем тебе столько? Мы бедствуем, у нас нет денег на молоко, нам выдают государство молоко, я хочу пить молоко, я люблю молоко, и еще соки яблочные я люблю. И у меня еще семья большая. Мама, папа, муж, я и две собаки. И ребенок растет во мне. Зачем мне столько молока? Сука, просто тупейших вопросов я не встречала в жизни. А, еще для остальных непонимающих, вот этот факт, зачем мне столько молока, куда мне его девать, мне что, некуда девать, правда, да? Лучше в магазин ходить и платить за него. Я еще и 600 там чем-то рублей взяла за то, что я стала вовремя на учет от государства, представляете? Так не обделайтесь сейчас, ладно? Я не мешаю тебе тут, я лучше отойду.